Здравствуйте, друзья! Вот, прошел уже год, и мы снова на этом предприятии будем расчищать копыта и обрезать роги. Здесь около 200 голов коров. Видите, какие здесь прекрасные альпийские луга. И вот эти красавицы будем проводить плановую расчистку копыт. Самый сок, самое интересное из того, что здесь будет и встретиться. Обязательно сниму и посмотрите. Вот немного копыток отрастали, и есть работа. Начинаем с безроги. Да, я с чем попросил. Вот, да, да. Сейчас только поеду. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Итак, друзья, основная часть коров, которые мы будем обрабатывать, прогнозируемо за 3-4 дня, находятся в этой ферме, а вот эти девочки, это сухостой, нам предстоит обработать их позже. Это глубокостельные животные, мы их сейчас трогать не будем. Когда они растелятся, соберем их в группу и, соответственно, проведем обработку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Друзья, заканчиваем работу на предприятии. Всего обработали 193 головы. Три дня рабочих нам потребовалось, для того, чтобы это сделать. Основная проблематика пяточный дерматит, а также специфическая язва подошвы. Соответствующую статистику сделали, вывели. Сегодня дополнительный экстра день. Работаем еще по перевязкам. Долечиваем выделенных животных с язвами, мы еще долечиваем. Мы еще долечиваем. Вот такие дела. Вот такой вид, что у нас здесь. На то стадо, которое мы обработали. Вот половина здесь стадов. Половина здесь. Друзья, самое приятное. Это расчет. Подписываем акты исполненных работ. КОНЕЦ Итак, друзья, можно подвести итоги, а то как же без итогов, как же без какого-то какого-то сока, да, из всего увиденного. Хотел бы отметить несколько важных аспектов работы именно не просто копытчика, не просто мужичка с болгарочкой, да, а именно ортопеда-ветеринара. Я это называю ортопед-ветеринар. Это человек с ветеринарной специальностью, желательно с высшим ветеринарным образованием, опытный в делах техники расчистки копыт, соответственно, практикующий человек, который не просто где-то побывал на семинарах, пусть и даже каких-то знатных и великих, известных в мире копытном людей, а человек, который приобрел знания путем ежедневной практики по расчистке копыт. Конечно, усовершенствовал их, опираясь на современный опыт, современные методики и те же семинары, но своими руками ощутил, попробовал, как это оно, да, например, вот на руке, видите, пятна от перекиси водорода, да, это то, что ты, это крупица того опыта, который ты получаешь, да, тебе попало на руку, ты знаешь, как перекись водорода действует. Также точно с копытами. Я хотел бы отметить важные моменты. Когда вы приходите на ферму, очень важный аспект – это организация, менеджмент самого процесса расчистки. Потому что, если все не продумать до мелочей, если не посчитать логистику, где поставить станок, как будет перемещаться техника, как будут перемещаться животные, куда заходить, куда выходить, координировать действия скотников, доярок, сопоставить расчистку с процессом доения, с процессом кормления, вот как раз едет миксер. Это тоже все важные, важные аспекты, как организовать быстро, эффективно расчистить стадо. Потому что нужно сопоставлять и качество, но и количество. Сами понимаете, если копытчик приезжает и сделает за день 10 коров, ну что он заработает? Тем более, если есть помощник, как у меня был помощник. Все эти нюансы нужно сопоставить. То есть, перед тем, как приступить к расчистке копыт, даже еще перед тем, как приехать на производство, желательно проработать это все в голове, проговорить с управляющим фермы, чтобы был станок в полной комплектации, а то бывает, приезжаешь, нет какого-то ремня или какой-то веревки, крючка, все, ждем полдня. Вот, чтобы были веревки, чтобы люди были, ну в общем, все эти вещи нужно оговорить. Это важный аспект. Второй аспект, который я бы хотел отметить, как у ветеринара-ортопеда, это именно глубокий анализ состояния копыт в стадии. Это анализ и по инфекционным заболеваниям, анализ по ламинитам, по язвам, по всем патологиям, да, и желательно с тем, с выводами, да, откуда что происходит, чтобы врач мог дать, дать рекомендации, управляющему фермы, местному ветеринару, дать рекомендации касательно улучшения ситуации, так, там, рекомендовать кратность, кратность расчистки, рекомендовать какие-то, может быть, обратить внимание на рацион, на ацедоз. Кстати, копытчик, на самом деле, может много чего подсказать и рассказать врачам, потому что через него проходит все стадо, он видит и эндометриты, он видит и какой фекалии у коров, видит заболевания суставов, видит, в общем, все видит полностью, я говорю, ну и, конечно, если это не мужичок с болгаркой, а если это ветеринарный специалист, то он практически видит всю ветеринарную проблематику, и может потом, соответственно, уже в узком кругу специалистов, фермы поделиться своими наблюдениями, своим мониторингом, соответственно, разработать протокол, внести рекомендации. Все это может, и опять же, повторяю, ветеринар-ортопед, но не просто мужичок с болгаркой, которые часто, даже эти мужички с болгаркой, дешевые, сердитые, они даже до конца не понимают, что они делают, для чего они делают, как они делают, то есть они не понимают, ни биомеханики, и так далее, то есть ни функциональности, ни анатомии, не знают ничего. Я уже не говорю о многочисленных ошибках, которые они допускают, ну и ранениях, и так далее. Вот, друзья, ну, в принципе, если у вас будут еще какие-то вопросы, остались, то задавайте их обязательно, делитесь своим опытом. А нам еще остался сухостой, вот эти коробки в глубоком сухостое сейчас находятся там и вверху, к ним мы вернемся через полтора-два месяца, чтобы доработать их. И тогда у нас будет ферма уже полностью сделана. Так, серьезных таких-то здесь проблем нету, но, как всегда, как на каждой ферме есть определенные моменты, на которые нужно обратить внимание, для того, чтобы улучшить. Всегда есть, что улучшить. Даже когда совсем хорошо, можно делать еще лучше. Друзья, если вам это видео стало полезным и интересным, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик. Также не забывайте, что ко мне можно обратиться за консультацией. Всегда рад, открыт. Берегите себя и своих животных. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok